Музыка Пришло время подвести итоги среды 21 декабря. В студии Кристина Бериева, добрый вечер. Звание «Почетный гражданин города Валдикавказ» является высшим знаком признания заслуг лиц внешних большой общественно значимый вклад в социально-экономическое и культурное развитие города, воспитание, просвещение и охрану здоровья людей, в течение длительного времени проводившим активную общественную благотворительную и иную деятельность, способствующую улучшению жизни горожан. Накануне во Валдикавказе под председательством главы муниципального образования Махарбека Хадарцева состоялось заседание о присвоении звания «Почетный гражданин Валдикавказа». На повестке дня одна кандидатура – министр строительства и архитектуры Руслан Бек и Каев. По мнению собравшихся, а среди них были и Михаил Шаталов, Хизир Гулуев, Майран Тамаев, Таймурас Худиев. Руслан Бек и Каев являются достойным кандидатом на звание «Почетный гражданин города Валдикавказ». Сегодня глава столичной администрации Борис Албегов провел расширенное совещание с руководителями подразделений жилищно-коммунального сектора, основной темой которого слала работа предприятий ЖКХ во время предстоящих праздников. Глава администрации поручил коммунальным службам перейти на усиленный режим работы, а также быть готовыми к возможным внештатным ситуациям. В ходе встречи Борис Албегов указал на необходимость дополнительной уборки города накануне праздничных мероприятий. По словам Албегова, на завершение всех работ по подготовке города к празднику всем службам дается пять дней. Дополнительно в новогодние праздники будет организовано дежурство среди руководящего состава администрации на случай возникновения аварийных ситуаций, как в жилищно-коммунальной сфере, так и в городском хозяйстве в целом. Я вас всех прошу по своим направлениям создать все условия для того, чтобы наши граждане, город чувствовав себя нормально в праздничные дни и никаких аварий, эксцессов не происходило. Поэтому сейчас особо хочу отметить уборочные службы, чтобы вы вычистили город, особенно прибордюрную часть, лежал старый снег на прибордюрке. Вот немедленно хочу, чтобы вы этим делом занялись. То, что касается котелин, горячей воды, отопления, чтобы срывов не было никаких, еще раз просмотрите оборудование, чтобы все работало в штатном нормальном режиме. В связи с превышением порога заболеваемости с 20 по 24 декабря все образовательные организации Владикавказа закрыты на карантин. Об этом сообщает Управление образования администрации местного самоуправления города Владикавказ. По данным Роспотребнадзора по республике, отсутствие детей по причине заболевания гриппом и ОРВИ по Владикавказе составляет 23%, по отдельным школам и все 50% и даже выше. Такая ситуация и в дошкольных образовательных учреждениях. Единственным открытым в городе остается детский сад номер 21. Все массовые мероприятия в образовательных организациях будут перенесены на новую неделю. На вынужденные каникулы ушли и все школы и детские сады в Вологирском, Правобережном, Иравском и Ордонском районах. Ежегодно управлением образования проводится мониторинг отсутствующих детей по причине гриппа и ОРВИ. И также в этом году мы проводили мониторинг. В течение месяца мы отслеживали количество детей, отсутствующих. К сожалению, на сегодняшний момент картина сложилась такая, что количество отсутствующих детей превышает более 20%. В некоторых школах это достигло от 30 до 40%. Пятая школа у нас достигла даже до 50% отсутствующих. И решением Управления образования, согласования Управлению Роспотребнадзора, управлением издан приказ о приостановлении образовательной деятельности на период с 20 по 24 декабря. Это делается с целью того, чтобы не было распространения вируса гриппа среди тех детей, которые еще не болеют. То есть одномоментное разобщение, оно уже показало, как из опыта дает очень положительные результаты. Значит, у нас закрыты все образовательные организации в настоящий момент, кроме детского сада номер 21. В связи с чем? Потому что две недели этот детский сад находился на ремонте. То есть детки были разобщены, сегодня они пришли в детский сад. И количество отсутствующих детей по причине гриппа и ОРВИ у нас ноль. Но мы также будем проводить мониторинг в данном детском саду. И учитывая результаты мониторинга, будем также решать и по этому детскому саду. Будем надеяться, что все сложится нормально. Внимание! Срочная информация для пострадавших от града. На сегодняшний день более 500 человек, включенных в список на получение единовременной денежной компенсации, ее не получили по причине неявки. Несмотря на многократные объявления в СМИ, администрация Владикавказа в очередной раз убедительно просит обратившихся в срочном порядке до 27 декабря явиться в ОМС, кабинет номер 212, для получения компенсации, справки по телефону 70-72-28. Такими событиями запомнится среда, 21 декабря. Все выпуски программы «Семь минут с городом» вы можете посмотреть на официальном сайте администрации местного самоуправления города Владикавказ. До свидания!